Парк, раннее утро и хорошее настроение – главные составляющие эффективной тренировки. Многие мечтают бегать по утрам, но то вставать рано нет сил, то после пяти минут бега дыхание сбивается, а может и еще какие-то причины находятся пропустить тренировку. В итоге мечта так и остается мечтой. А все потому, что про сам бег нужно знать немного больше, чем показывают в фильмах. Начинать нужно в первую очередь с состояния здоровья. Если есть у человека какие-то противопоказания, то с учетом этих противопоказаний нужно понимать, с какого этапа мы можем стартануть. То есть есть противопоказания в плане сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть какие-то проблемы в этой области, то есть смысл начать с обычных пеших прогулок. Проблемам с опорно-двигательной системой, будь то позвоночник или суставы, тоже следует уделить особое внимание. Но самое главное – не сидеть на месте. И еще одно правило бега или спортивной ходьбы – дыхание. Дыхание должно быть через нос-вдох, через рот-выдох. С дыханием тоже, конечно, нужно соблюдать максимально, потому что при неправильном дыхании идет большая нагрузка на сердце. При этом, если у вас еще и темп интенсивный и продолжительная тренировка, то это может сказаться в процессе на проблемах с сердечно-сосудистой системой. Что касается дыхания, вы должны интенсивно при движениях вдох, большой глубокий вдох, мощный выдох. Вдох-выдох. Ну а начинать любую тренировку нужно с разминки. Начинаем с рук и заканчиваем голеностопом. Все, надо проработать так, чтобы организм проснулся и понял, что скоро физическая нагрузка. Если вы новичок в беге, бегите медленно, так, чтобы вам было комфортно. Как только почувствовали сбитое дыхание или боль в боку, переходите на шаг и дайте организму привыкнуть к нагрузке. Ну и, конечно, важное условие для успеха в этом деле – правильная обувь. Сейчас есть большое количество спортивных кроссовок, которые не соответствуют именно занятиям бега. То есть это очень плохая подошва, которая не имеет аэродинамики, и большая нагрузка идет на коленные суставы, на позвоночный столб. Но также есть хорошие кроссовки, которые позволяют снизить эту нагрузку, и при этом интенсивность можно увеличить, и меньше сказываться будет на проблемах с коленями и со спиной. Если говорить простым языком, выбирайте кроссовки с приподнятой подошвой. Тогда бег будет плавным и легким. А вот еще один тренажер, который можно найти везде, даже в вашем собственном дворе. Это скамейка. После хорошей разминки, хорошего бега, можно заняться упражнениями. Для самых стойких можно потом снова еще сделать круг разминки и бега. Но я, пожалуй, закончу на упражнениях и покажу небольшую растяжку, которую нужно делать каждый раз, когда заканчиваются все упражнения. Скамейка универсальная. С ее помощью можно отжиматься и таким образом дать ногам отдохнуть после бега, но проработать мышцы рук. Можно качать нижний пресс, и таких упражнений очень много. Главное включить фантазию. Ну и напоследок растяжка. Она необходима для того, чтобы после силовых упражнений расслабить и растянуть мышцы. Начинайте бегать, это не так сложно, как кажется. Хорошей вам тренировки, увидимся в парке. И помните, главное начать.